Сегодня без 10.10 утра телефонным звонком в дежурную часть полиции завершились и завершились печально поиски в Екатеринбурге летчика из Якутска. Еще неделю назад загадочным образом он ушел из больницы, куда за несколько часов до того его положили с диагнозом «двустороннее воспаление легких», а сегодня утром его нашли в считанных кварталах от больницы со вспоротым горлом, погибшим, очевидно, от кровопотери. Недалеко от центра города, на улице Розу и Лексимбург, где он несколько дней пролежал никем не замеченный во дворах. Напомним, 28-летний Руслан Валеев, женатый человек, второй пилот в авиакомпании «Полярные авиалинии» из родного Якутска прилетел в Екатеринбург вместе с коллегами для учебы на курсах повышения квалификации еще 4 октября. 12 октября он утром позвонил жене и рассказал, что из-за высокой температуры вызывал скорую, однако медики решили, что госпитализация ему не требуется. Но ночью ему стало значительно хуже, температура еще выросла, заболели почки. И в 11.25 вторника прошлой недели он написал жене, что у него нашли двустороннюю пневмонию с поражением от 10 до 15% легких и госпитализирует в первую горбольницу на декабристов 15. Ковид пока только подозревается. И больше на связь он не выходил. На следующее утро коллеги-летчики выяснили, что днем во вторник, оставив в больнице рюкзак с вещами и паспорт, он оттуда ушел непонятно как и зачем. При том, что в Екатеринбурге до этого никогда не был, города не знал и знакомых не имел. Искать его начали почти сразу. За дело взялись, кроме полицейских седьмого отдела полиции, еще и добровольцы. А из Якутска прилетела его тетя, записавшая даже видеообращение к нему. Мы все тебя ищем, любим и ждем. Завтра прилетает сюда твоя мама. Позвони, пожалуйста. Однако целую неделю прочесывания ближних кварталов рядом с улицей Декабристов и нерядом, вплоть до леса, полосы на Сибирском тракте ничего не дали. Ну а листовок с его фотографиями в окрестностях было развешено местами чуть ли не по 2-3 на одном столбе. Честно говоря, мы и не припомним, чтобы кого-то искали с таким количеством объявлений. А нашли в итоге совсем недалеко от улицы Декабристов, возле жилого комплекса «Армада» на Розу-Люксембург 69-2, в тупичке за старыми гаражами. Причем волонтеры говорят, что проверяли это место. Вероятно, в какой-то из дней он перелез через заборчик. Говорят, что у охраны даже есть такая видеозапись. При этом, сорвавшись на острые прутья, порезал себе руки, туловище, горло. Говорят, что проколота была даже печень. И пошел вдоль гаражей, дошел до самого тупика, завернул за гаражи. Возможно, хотел спрятаться по нужде, и тут из-за кровопотери силы его оставили. Несколько дней он пролежал здесь, никем не замеченный. Мать и тетя Руслана опознали его на месте. Кусок забора, на котором остались следы крови, следователи вырезали для экспертизы. Экспертиза же и определит, от чего именно умер якутский летчик. Проведен осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев. Тело умершего мужчины направлено для проведения судебной экспертизы в целях установления давности и точной причины смерти. По итогам проверки Следственным комитетом будет принято партуальное решение.